Это проезд автолюбителей. Радиационная гамма-излучение превышает здесь естественный фон в тысячу и более раз. Обнаружено это было уже месяц назад, однако до сих пор об этом ничего не знают люди, которые ежедневно ходят здесь пешком и ездят на машинах. А у меня здесь огород, вот я на огород хожу. Понятно, и овощи отсюда идите? В смысле? Со своего огорода? Да, я как созреваю, значит, кушаю овощи. Понятно. Вы знаете, что здесь повышенная радиоактивность? Нет. По первоначальным оценкам, площадь заражения составляет 11 гектаров. Точечные источники находятся в том числе и на глубине до полутора метров, из чего сделан вывод, что радиоактивный цезий был завезен сюда лет 10 назад вместе с промышленными отходами во время насыпки дороги. А сама зона может быть гораздо шире. Опасна прежде всего пыль, которая на колесах, обуви, одежде или даже в ваших легких может быть разнесена очень далеко. Оценка профессиональной ситуации, которая сложилась по проезду автолюбителей, дана Республиканским центром Санопитнадзора, радиологическим отделом. И нашим городским штабом по чрезвычайным ситуациям и по существующим утвержденным методикам она признана критической и представляющей угрозу для здоровья населения города. Мы уже говорили, что за месяц, как стало известно об опасности, на месте даже не появились никакие предупреждающие знаки. В городе просто нет структуры, которая могла бы оперативно работать в экстренных ситуациях. А созданная комиссия по чрезвычайной ситуации вчера собиралась впервые. Да и денег на те же знаки за меры пробы грунта и воды тоже нет. Нет до сих пор и полигонно-промышленных отходов, о необходимости создания которого в городе говорят уже лет 15. Предварительно считается, что городу не потянуть по финансовым возможностям удаления этого грунта как-то требует методического указания и инструкции. Потому что объем грунта достаточно высокий.